Добрый вечер! Это информбюро в студии Светлана Лачпгейма и коллеги. Расскажем, какими событиями запомнится этот день. Добрый вечер! Северокавказский форум «Машук-2014» у подножия одноименной горы в Пятигорске торжественно открыт. В 18 часов полпред СКФО Сергей Меликов и глава Ставрополя Владимир Владимиров дали старт к началу первой лагерной смены. В этом году молодежный форум проходит в пятый раз, что послужило идеей нового слогана и дизайна события «Машук на пять». Образовательная программа в этот раз представлена по направлениям гражданские инициативы и политика, искусство и культура, туризм, экономика и предпринимательство, информационный прорыв, будущее воспитание и образование. Грантовый фонд составит 100 миллионов рублей. До 17 августа в две смены образовательную площадку посетят более 2500 человек из Северокавказского федерального округа других регионов России, в том числе из Крыма и Севастополя, а также ряда зарубежных стран. В Ставрополе представят 640 участников. По данным сайта форума, всего на «Машук» зарегистрированы свыше 3000 проектов. И уже сегодня на нашем телеканале все самое интересное с площадок форума вы увидите в дневниках «Машука-2014». Он будет выходить в эфир сразу после нашего выпуска новостей. Не пропустите. Десять дней с 8 по 18 августа движение на проспекте Кулакова будет полностью перекрыто. Вернее, участок дороги от улицы Октябрьская до улицы Коломейцева. Сейчас там вовсю идет ремонт дороги, но бесконечные автомобильные потоки и, как следствие, заторы затрудняют строительные работы. На 10 дней администрация Ставрополя просит водителей скорректировать свои маршруты. Въезд в город на период прекращения движения будет осуществляться по альтернативным путям проезд Чапаевский, Старомаревское шоссе и улица Южный обход. На период прекращения движения объезда участка автомобильной дороги будет осуществляться транзитным транспортом, транспортом, осуществляющим пригородные и международные перевозки, городским пассажирским транспортом, осуществляющим движение к садовым, дачным и огородным товариществам. По кратчайшему пути по автомобильной дороге Северный обход города Ставрополя, по проезду Чапаевскому, улица Пригородная, Репина, Трунова, Бурмистрова, Гоголя, Народной, Октябрьской, в прямом и обратном направлении. До 18 августа, обещают чиновники, будет завершен основной объем строительных работ на объекте и уже к 1 сентября шестиполосная магистраль будет полностью готова. Удостоверение кандидата на пост губернатора Ставрополя вручили сегодня в Краевом избиркоме справедливо-росу Александру Кузьмину. Он отметил, что быть вторым для него почетно. Напомню, накануне удостоверение номер один получил единорос Владимир Владимиров, действующий в Рио губернатора региона. Члены избирательной комиссии сегодня были единогласны. Нарушений в собранных подписях муниципального фильтра и других документах специалисты не выявили. Александр Кузьмин своим соратникам выразил благодарность, а конкурентам пожелал удачи. Ровно неделю назад я отдал первые документы для регистрации. Чуть попозже мы поднесли документы, где собраны все необходимые 234 подписи. Мы собрали 234 подписи, они все оказались достоверными. Всем своим коллегам, депутатам и сторонникам спасибо. Еще раз спасибо тем депутатам, которые не входят в партию «Справедливая Россия». Тем временем документы остальных кандидатов сейчас в процессе проверки. Напомню, также успешно помимо Владимира Владимирова и Александра Кузьмина подписи районных депутатов собрали либерал-демократ Ольга Дроздова, коммунист Виктор Гончаров и Константин Нартов из партии «Свободных граждан». А вторым вопросом повестки заседания избиркома стала жеребьевка о распределении эфирного времени для кандидатов на телевидение и в печатных СМИ. Жеребьевки пройдут 12 и 13 августа этого года. Вы знаете, что с 16 августа уже должна проходить агитация в средствах массовой информации. Равный доступ всех кандидатов к СМИ – это проведение жеребьевок, то есть равные объемы эфирного времени и печатной площади должны будут быть выделены средствами массовой информации для них. Объект архитектуры на Ставрополье разрушается буквально на глазах. Речь идет об одной из достопримечательностей города Кисловодска – знаменитой каскадной лестнице. Вот уже 20 лет здесь не было ремонта. Если так будет продолжаться и дальше, то в скором времени город может лишиться одной из своих визитных карточек. Наверное, нет ни одной семьи в Кисловодске, которая бы не хранила в своем альбоме фотографии некогда одного из самых красивейших памятников архитектуры, построенного в 1934-35 годах из местного долометизированного известняка архитекторами Залеска и Шевченко. Старожилы хорошо помнят уютные лавочки, каскады фонтанов, яркие клумбы. Но вот уже больше 20 лет здесь не проводилось ни одного ремонта. Уникальный памятник разрушается буквально на глазах. Есть в семейном альбоме фотографии на фоне фонтана, здесь вот тоже, с детишками, еще детишки меньше были моих внуков. Все восхищаются за границей, говорят, ой, как за границей, да вы реставрируете, да наведите порядок, да у нас лучше в парке, парка такого, где я только не была. И в Прибалтике, и на Украине, и в Белоруссии, за границей была в Болгарии, по комсомольской путевке, парк, да там вот такой парк, а у нас, посмотрите, красота какая, никто, хозяина нет. Ну, очень печальный вид, потому что в старых книгах, журналах, буклетах говорится о том, что это одно из прекрасных мест Кисловодска. Но вот я ребенку это передать не могу, красоты. Потому что вот я ему иду и говорю, что, наверное, когда-то здесь били фонтаны, а теперь выжила только хостая. Все разрушено, вот он мне не верит. Ну, что можно сказать. Кисловодск любим, но очень бы хотелось бы, чтобы вы приводили в порядок. Руководители санатория Арджиникидзе, в чьем ведении находится сегодня Кисловодский парк, говорят, что управление Росимуществом все-таки обратило внимание на эту проблему. И сейчас проводятся подготовительные работы к реконструкции каскадной лестницы, которая запланирована на 2014-2015 годы. Объект крупный, технический и инженерный, очень сложный. Поэтому подготовлена полностью вся проектно-смертная документация, которая прошла государственную экспертизу, согласование с Министерством культуры, поскольку это является памятником архитектуры. И в этом году запускается механизм, потому что есть определенные временные периоды, когда должен отыграться контракт, должны заключиться договора. Конкретные сроки начала реставрационных работ нам назвать не смогли. Жители и гости Кисловодска, к сожалению, уже перестали верить обещаниям, оставляя в душе маленькую толику надежды на лучшее. Хотелось бы, чтобы здесь были фонтаны, которые в жару радовали людей своей прохладой. Тогда, конечно, и наступает и отдых настоящий, и любое разрушение вызывает нехорошие эмоции. Мы не первый раз, мы в Ставрополе живем, поэтому, конечно, мы не первый раз два года назад было. Я смеюсь, потому что увидела табличку, которая написана реконструкция, да, ничего не изменилось за эти два года. Как было в таком состоянии жутком, так и осталось. Очень жалко, потому что на самом деле красивая вещь. И обидно, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что надо сохранять, а с другой стороны, на этом же можно и зарабатывать тоже, потому что люди сюда едут отдыхать. Это все очень красиво, хочется сфотографироваться, а в таком месте, конечно, нечего фотографировать. Что ни говори, а ситуация с каскадной лестницей сегодня удручающая. Общий вид, как будто после боевых действий. Рядом долгострой, разбитые ступени, разрушающиеся архитектурные формы. И на всем этом фоне издевательски смотрится кричащая надпись, сделанная хулиганами. Все будет хорошо. Будет ли? Доживем до 2015 года. Вот тогда и посмотрим, как сбываются обещания ответственных лиц. Краевые судебные приставы сегодня подвели итоги работы за первое полугодие 2014 года. Ставропольское управление в рейтинге территориальных органов России заняло 25 место. Но есть и моменты, над которыми еще нужно поработать. Елена Сметанина продолжит тему. В сравнении с прошлым годом в сфере исполнительного производства управление превысило результаты уже по итогам первого полугодия. Общее количество исполнительных производств перевалило за полмиллиона. Взыскано около 34 миллиардов рублей. Взысканная сумма превысила показатель прошлого года на 13,5 миллионов и составила почти 51 миллион рублей. Или 55,6 от планового задания. Особое внимание приставов к неплатильщикам алиментов. Так, в сравнении с прошлым годом количество производства взысканий сократилось на 900. И это несмотря на то, что служба судебных приставов на Ставрополье остро нуждается в кадрах. В заседании коллегии также принял участие главный федеральный инспектор по краю Сергей Ушаков. Он поблагодарил управление за эффективную и стабильную работу по части взысканий. А также поручил внести некие дополнения по работе с гражданами. В соответствии с поручением президента России, это когда руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти у нас дважды в год ведут прием граждан в приемные президента. Вот по неизвестной пока мне причине, вот в этом году, в первом полугодии у вас этого приема не было. Я прошу это взять тоже на контроль, обязательно принять участие, потому что эти вопросы, они стоят на контроле у полномоченного представителя президента России. Елена Сметанина, Иван Шаталов, Информбюро. Вместо аккуратного зеленого газона – клочок земли со стравками зелени. Такую картину уже не первый год наблюдают под своими окнами жители многоэтажки на улице Дзержинского, 188, в Краевой столице. В чем причина, разбиралась наш корреспондент Кира Рогожина. Эти несколько квадратных метров земли практически в самом центре Краевой столицы, по улице Дзержинского, возле дома номер 188, жильцы пытаются облагородить уже более двух лет. Они высаживали здесь фиалки, сирень, а вот акация. Правда, по словам местных жителей, благодаря особо рьяным коммунальщикам, вырастив полноценное дерево этому саженцу, впрочем, как и другим его зеленым собратьям, здесь не суждено. Отставной военный, инженер электропроводной связи, ныне пенсионер Всевлад Тищенко в очередной раз обходит участок земли, который должен был быть клумбой под его окнами, и тяжело вздыхает. Весь сырбор, вспоминает он, начался несколько лет назад, со штатного покоса бурьяна. Всевлад Всевладович заметил, что коммунальщики неаккуратно косят траву на участке, выдирают ее вместе с корнем и кусками земли. Вместо ровного газона получается перепаханное поле с залысинами. Чтобы как-то привести все в порядок, Тищенко взял старые автомобильные покрышки, сделал из них мини-клумбы, посадил там цветы. Обратился в горзеленстрой, купил саженцы сиреней и акации, высадил их. И, казалось бы, все хорошо, зеленый оазис должен был радовать глаз горожан. Но, рассказывает Всевлад Всевладович, после очередной работы людей с газонокосилками от деревьев остались лишь торчащие земли палки. Давайте пройдем сюда. Вот тут было пять кустов сирени. Вот этот центр пакетика как бы был, четыре куста сирени росло. И вот этот рост в центре. Вот этот до последнего покоса, вот этот был такой зеленый куст. Почему этот не срубили, я не знаю. Вот это все, вот видите, уничтожено. Пытаюсь поливать, но уже раз кора сбита с дерева, уже она расти не будет. Как и те деревья погибнут, потому что посекли просто кору специально. Вначале Тищенко сделал замечание рабочим, но, по его словам, реакции не последовало. Тогда дотошный защитник природы пошел по инстанциям. А там, как у классика, сплошное хождение по мукам. В ЖЭУ бесчисленное количество контактов было с ЖЭУ-2. Потом официальные письма начал писать, прямо сам заноси в администрацию города. Регистрировали при мне письмо, чтобы был конкретный ответ. Присылали письма, что да, приняем меры, все будет хорошо. Меры никто не принимает. С круговой порукой столкнулись и мы, когда попытались получить ответ на единственный вопрос до Коли. Вначале мы обратились в управляющую компанию ЖЭУ-2. Там нам попытались прочитать лекцию о том, сколько миллиметров должна быть газонная трава. А как только услышали о телевидении, сразу оказалось, что говорить об этом публично никто не уполномочен. В администрации Ленинского района, к которому относится дом, уполномоченное лицо мы нашли. Только вот на рабочем месте застать его в течение дня так и не смогли. Алло, Виталий Игоревич? Нет, нет, присаживайтесь. Виталия Игоревича нет на месте. А скажите, пожалуйста, когда он будет? Не подскажу вам. Точно время. Могу подсказать, что вопрос у вас. Вы могли бы нам помочь? К нам обратились жильцы дома по улице Дзержинского, 188. Жалуются на то, что систематически у них под домом неправильно выкашивают траву, а вместе с травой также повредили саженцы, которые люди сажали сами. Пусть приходят письменные обращения, пишут. Они к вам уже обращались не один раз. Говорили, что исправят ситуацию, все сделают, но действий никаких? Ну пусть пишут дополнительно. Я без письменного обращения ничего сделать не могу. А можно вашу фамилию, имя и отчество? Абаринов Евгений Сергеевич. А должность ваша? Ведущий специалист отдела. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Получается, как всегда, без бумажки дела нет. А это значит снова обивать пороги чиновничьих кабинетов. А стоит ли оно того? Ведь о том, чтобы вообще не выкашивать траву, Тищенко речи не ведет. Конечно, конечно, их нужно выкашивать. Но только по-человечески выкашивать. Выкашивать, ну, так сказать, не варварским методом. Может быть, Всеволод Тищенко и бросил бы свои тщетные попытки отстоять, как показывает практика, никому кроме него не нужный клочок земли. Но так же, как и герой знаменитого советского фильма, ему за державу обидно. Мне очень нравятся зеленые насаждения. Я очень люблю наш Ставропольский пруд, который, слова нашему правительству, сейчас привели в порядок, и в нем можно купаться каждый день. Мне очень нравится та зона отдыха, которая называется «Холодные родники», «Михайловский родник». Это же все, ну, человек без контакта с природой, это уже не человек, по-моему. Я с трепетом отношусь к природе, сам люблю сажать ее, ухаживаю где могу. Да и офицерская закалка не дает опустить руки, поэтому если до городских властей достучаться, так и не удастся, говорит Тищенко, следующим шагом станет обращение в надзорные органы. Кира Рогожина, Георгий Муратов, Информбюро. В Краевом центре заработал читальный зал на свежем воздухе. Небольшая часть книг из Краевой библиотеки имени Лермонтова теперь выставляется в Центральном парке Ставрополя. Чтиво там можно найти на любой вкус и возраст. По словам книгохранителей, пока что их новое отделение среди ставропольцев только набирает популярность. Однако пару десятков постоянных посетителей уже появилось. О всех прелестях чтения на природе Ефим Пушкин. Читальный зал прямо посреди парка работает уже третью неделю. За это время чтение в такой умиротворяющей обстановке для некоторых ставропольцев превратилось в настоящее хобби. Инна Рудоманенко старается навещать это место как можно чаще. Всегда приводит сюда и своих детей. Во-первых, отдых от городского шума никогда не помешает. Во-вторых, объясняет женщина, хотела бы как можно раньше привить своим крохам любовь к прекрасному. В частности, и книгам. То пробки, то еще что-то. А вот так вот тихо посидеть, спокойно почитать для души, это очень интересно. И деткам и почитать можно, и показать что-то интересное. Много литературы дома не будет, нельзя же все приобрести. То есть это молодцы, что придумали такое. Читальный зал под открытым небом в Ставрополе появился впервые. В свободном доступе для чтения здесь почти две сотни изданий из загажников Краевой библиотеки. Время от времени ассортимент томов обновляют, а также добавляют на стеллажи популярные бестселлеры. Так сказать, для затравки. Если же кому-то будет трудно определиться с выбором книги, то помочь может сотрудник библиотеки. Впрочем, если читать вы еще не умеете, то и с этой бедой вас один на один не оставят. Для маленьких ставропольцев работники зала готовы почитать вслух. Сыт, бываю только летом, в дни, когда малину рву, а полгода без обедов и без завтраков живу. Ну-ка догадайтесь, кто это, кто любит малину? Это ведь меч! Конечно, молодец! Библиотекари надеются, что такие акции вернут книгам былую популярность. Ведь еще 20 лет назад, объясняют сотрудники Лермонтовки, своим детям читала почти половина россиян. Сейчас же эта цифра не дотягивает и до 8%. В год культуры такие показатели просто недопустимы, сетуют книгохранители. Сейчас есть возможность ситуацию исправить. Здесь можно эти книги брать, ходить, читать их по парку. Можно здесь на площадке, можно в удобном любом для вас месте. А потом читали, ну, почитали, пришли, сдали. Книг очень много, приходят книги очень интересные. И поэтому нам бы хотелось, чтобы у нас было больше читателей, тем более в этот год год культуры. И мы хотим, чтобы в нашей стране было как можно больше культурных людей. Кстати, помимо чтения классики или штудирования энциклопедий, здесь можно просто посидеть, поразгадывать кроссворды или полистать газету или журнал. Ну и, конечно же, шуметь нельзя. Главное библиотечное правило действует и на открытом воздухе. Работает читальный зал в Центральном парке по вторникам и четвергам. Если же ставропольцев, оценивших задумку по достоинству, станет больше, увеличится число и рабочих дней в библиотеке на природе. Ефим Пушкин и Александр Колодко. Информбюро. Все новости региона вы можете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон редакции в Ставрополе 35 13 45. Звоните, и мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Светлана Лач. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова